Здарова танкисты, с вами Слим, сегодня вторник и значит пришло время рассказать вам о новых спецпредложениях этой недели. Просто играй World Tanks на консолях и зарабатывая боевой опыт, каждую неделю вы будете получать 3 спецпредложения с 50% скидкой на различные премиум танки. Сколько надо заработать боевого опыта? На какой именно премиум танк будет скидка? Все это кратенько буду рассказывать в этих видосах, которые выходят на моем канале каждый вторник. Если вы любите узнавать подобную информацию первым, то прямо сейчас подписывайтесь на канал и не забудьте прожать лайк этому видосу. С 1 по 7 сентября в игре вас ждет 3 спецпредложения. За любое количество боев, заработав 8000 боевого опыта, вы получите первое спецпредложение, это 50% скидка на Iron Rain. Напоминаю, что каждое спецпредложение действительно всего лишь 72 часа с момента его получения. Iron Rain с 50% скидкой обойдется вам в 5960 золота. Iron Rain это немецкая прем ПТ-САУ 8 уровня, которая имеет топовую маскировку, наделена полноценной башней, барабанное орудие на 3 снаряда с альфой в 490 единиц. Что дает возможность вам отправить в ангар с одного барабана одноуровневую технику. Если вы фанат танков с ярким камуфляжем или эффектным внешним видом, то боевой раскрас Iron Rain Rheim Borsig Waffentrager удовлетворит ваши предпочтения. Продолжая играть на этой неделе и за любое количество боев, заработав 20 тысяч боевого опыта, вы получите второе спецпредложение, это 50% скидка на КВ-4 Креславского. С 50% скидкой данный танк обойдется вам в 6155 золота. КВ-4 Креславского это советский тяжелый приемный танк 8 уровня. Не особо расторопный тяж, который очень сильно отличается от привычного нам ИСа-3. В первую очередь тем, что башня у него находится не в передней части корпуса и то, что у него нет щучьего носа или же литых обтекаемых форм. В строении корпуса и башни преобладают ровные формы. И с учетом того, что миллиметры нашей брони не являются сверхпрочной, ромбовать и доворачивать корпус при игре на этом танке мы просто обязаны. Как и подобает советскому тяжу, на вооружении у нас находится не особо точное орудие. Время сведения 2,9 секунды, разброс 0,38. Калибр орудия всего лишь 107 мм, благодаря чему мы получили разовый урон в 320 единиц. В сравнении с другими советскими тяжами Альфа конечно же меньше, но компенсирует это все более быстрая перезарядка, которая в стоке составляет 11,3 секунды. Несмотря на непривычное расположение башни, танк получил отличные углы вертикальной наводки с углом склонения 7 градусов, что для советского танка, согласитесь, весьма неплохо. За любое количество боев, заработав в сетевых боях 40 тысяч боевого опыта, вы получите третье связь в приложении, это 50% скидка на Т-92. Со скидкой данный танк обойдется вам в 3480 золота. Т-92 это американский премийный легкий танк 8 уровня, ЛТ с низким силуэтом и топовой маскировкой. Данный легкий танк имеет максимальную скорость в 60 км в час и наделен отличным обзором в 400 метров, что в сочетании с его топовой маскировкой и неплохой максималкой делают из нашего Т-92 действительно универсального светляка, который справляется как с пассивным, так и с активным светом. На вооружении данного танка 76-мм орудие, которое не блещет разовым уроном, альфа составляет всего лишь 150 единиц. Но несмотря на низкую альфу, танк распиливает врагов за счет своей скорострельности, ведь стоковая перезарядка составляет 4,3 секунды, а за минуту танк делает почти 14 выстрелов. У орудия отличные УВНы с углом склонения минус 10 градусов, быстрое время сведения 1,8 секунды, но разброс нам достался всего лишь 0,38. Данный Т-92, в отличие от Falcon T-92, идет без камуфляжа. Помимо трех спецприложений за опыт, на этой неделе в премиум магазине вас будут ждать два танка недели, которые без заработанного опыта уже в премиум магазине продаются с 50% скидкой. Первый из них это ЛегПЗ М4190 или же немецкий бульдог. Со скидкой данный танк обойдется он в 3610 золота. ЛегПЗ М4190 это немецкий премиумный легкий танк 8 уровня. Благодаря немецким махинациям со стволом, данный танк получил более высокий разовый урон в 240 единиц. Также орудие стало немного точнее. Несмотря на это, геймплей классического М41 Валкера Бульдога на данном прем танке сохранился. Высокая скорость передвижения, топовый обзор. Сбалансированное орудие позволяет эффективно его использовать даже на ходу. В общем этот прем типичный универсал, он любит не только посветить, но и откусить свой кусок дамаги. Второй из них это РАМ-2. Со скидкой данный танк обойдется он в 1205 золота. РАМ-2 это американский средний прем танк 5 уровня. СТ с высоким силуэтом, плохой маскировкой, невысокой максимальной скоростью, которая составляет всего лишь 38 км в час. Неплохое как для ИСТ бронирование, которое в большей степени не то чтобы спасает постоянно, но иногда танкует. На вооружении орудие с невысоким разом урона в 75 единиц. Но нехватка в Альфе компенсируется быстрой перезарядкой. В стоке она составляет 2,29 секунды. Для своего уровня орудие не блещет точностью, но при этом имеет по-американски отличные углы вертикальной наводки с углом склонения минус 8 градусов. Если вы любите играть на 5 уровне, вам нравятся американские неспешные СТ с дыроколом, которые за счет своей скорострельности быстро заклюют врага, то как раз возможно именно вам стоит обратить внимание на это спецпредложение. Как и обещал в этих видосах по вторникам, я продолжаю вас знакомить с новыми контрактами, которые будут доступны на этой неделе. С 1 сентября по 4 октября будет доступен для подписания контракт на Лонг Рич. Это тяжелый танк наемников 6 уровня. А в период с 1 по 20 сентября вы сможете подписать контракт на СТАПС ЛТ наемников 5 уровня. А у меня на этом все. В следующий вторник подкину вам новой информацией по спецприложениям. Не забывайте заглядывать на канал, ставьте лайк этому видосу. До новых встреч, всем удачи в боях и пока!